Так, ну что, ребят, всем привет, ролик по поводу битка, соответственно, у нас волатильность, как вы наблюдаете, уже восстанавливается. По поводу доминации, давайте посмотрим, что по доминейшену. Доминация биткоина растет, это отлично, то есть рынок у нас восстанавливается, доминация эфира падает, но это не беда, как мы понимаем, доминация BNB тоже. Но по альтам, как мы наблюдаем, у нас боковичок, то есть, опять же-таки, перелив идет постепенный, незаметный для толпы. USDT доминация падает, то есть это показатель того, что перелив действительно идет. Вот перелив с USDC и DAI также у нас имеется, поэтому можете вообще не переживать. И, как вы понимаете, если глянуть, допустим, индекс доллара, что по индексу доллара, тоже он послабился, то есть, опять же-таки, перелив пошел в фонду, фонда продолжает расти, образовала гэпы. Ну, не знаю, закрывает либо нет, это время покажет, как вы понимаете. В мире крипты технологии обретаются новые эффективные инновационные возможности для заработка. Один из проверенных мной проектов это Arbids.io. Данный проект использует инновационные технологии для эффективного заработка на арбитраже криптовалют. Данная технология зарабатывает высокую прибыль в автоматическом режиме за счет разницы курса крипты на бирже. Своим инвесторам данная технология проект отдает до 90% заработка, что является инновационным в данной сфере, то есть, пока вы спите, механизм нон-стоп зарабатывает за счет разницы курса крипты на криптобирже. Я лично проверил данную платформу не словом о делом, вложив 7000 долларов, и все работает надежно, как швейцарские счасы. Остались только хорошие впечатления о работе сервисов. Собственно, поэтому до сих пор держу свои инвестиции тут и рекомендую своим друзьям данный проект. Ссылка в описании под роликом. И похер, по большому счету, потому что у нас фагмация 2021 года, как вы наблюдаете. Здесь была аналогичная абсолютно ситуация, так как у нас было поглощение такое бычье, да. И вот здесь тоже мы пошли с зелеными свечами, похуярили просто наверх. Ну, а большинство, естественно, остались вне лодки и рассказывали, да не, Саня, это фейк отскок. И, кстати, самое интересное, если кто видел на канале Хамахи, он тоже вышел и сказал, что это отскок дохлой кошки и дальше вниз полетим. А перед этим, по-моему, несколько дней назад был ролик, что типа уже медвежка началась. Ну, то есть, опять-таки, вы знаете, что наиверсивный индикатор, да, я говорил, что он в этом году дает по тренду, но бывает он дает специально. Ну, вы же включите мозги и подумайте, ну, какая сейчас нахер медвежка? То есть, о медвежке не может быть и речи, потому что еще даже альты 10х-ов даже банально не давали, понимаете? Или даже хотя бы большинство альтов 5х-ов даже не дали. Некоторые давали, но те, кто рассчитывают, что типа, там, ну, это и весь альт-сезон, там, максимум, там, 2 ТХ-а с текущих, ну, пускай, хорошо. Потом, когда они увидят по альтам 5, 10, 20, 30, 50, 100х-ов, там, а то и тысячи, то, конечно же, они охуеют. Они подумают, что, блядь, сука, надо было точно закупать, это все была обманка, почему ж я послушал этих долбоебищных блогеров, зачем я слушал то, что говорят люди в чатах, зачем я включал стадный инстинкт, но потом будет уже не до этого и будет поздно. Вот, поэтому, как вы понимаете, здесь тоже нисходящий канал был, тоже многие мне тут чесали и говорили, да не, Саня, ты не шаешь, сейчас там отскок, максимум, к этому хаю пойдем, потом вот сюда, перехая не будет. И вот здесь тоже мне орали, ты тупой не шаешь, и здесь была аналогичная абсолютно формация тоже, как и здесь. Я говорю, ребята, мы пойдем дальше наверх, шаг ты побоев, мне сказали, нет, ты не шаешь, сейчас мы отсюда уже плюхнемся, обновим вот этот лайк 1800, ну, а по биткоину это было, давайте вам покажу, сколько. Это было 28-30 тысяч, мне вот здесь орали, мы летим на 20, на 15, на 10, ты долбоеб не шаешь, потом вот здесь сентябре, это уже самая ситуация, долбоеб не шаешь, это фейк отскок, мы даже перехая не сделаем. По итогу я говорю, ребят, покупайте, здесь были новости, кстати, что Китай запрещает майнинг, совпадение, да, оригинальные новости, да, которые длятся уже четвертый год или пятый год подряд. Да, даже какой пятый, уже, наверное, седьмой год, семнадцатого года, вот эта мулька по поводу того, что Китай запрещает майнинг или гангкот, там, не важно. Вот, и, как вы понимаете, здесь уже, конечно же, перехая многие не верили, вот здесь многие начали орать, то есть вот здесь они орали, что мы пойдем вниз, ты не шаешь, здесь вниз не шаешь, потом вот здесь, типа, это отскок дохлой кошки, здесь тоже самое, отсюда плюхнемся, отсюда, отсюда. И потом вот здесь, когда мы уже стоили 60-70 тысяч, они орали, что, типа, о, летим на сотку, на 500 тысяч, на миллион. Ну, то есть людей очень легко склонить на свою точку зрения, тем более, если, ну, у тебя не то мозга, да. Вот, поэтому, как вы понимаете, BNB тоже восстанавливается. По поводу, давайте, я обещал посмотреть альты и давайте по-быстрому новости. По поводу новостей у нас индекс страха и жадности на уровне 67%, как вы понимаете, здесь далее у нас 61%, то есть постепенно народ уже, скажем так, восстанавливается, начинает заходить в рынок, но, опять же таки, еще не активно. То есть большинство все равно еще не верят в альсезон. Я вот почитал, действительно, очень много чатов, наверное, чатов с 10, ну, не с 10, ну, не с 10, ну, чатов 5. Ну, в принципе, понимаете, мне не обязательно читать все чаты, потому что, ну, в принципе, плюс-минус мнение людишек, оно на 90-99% одинаковое, поэтому достаточно почитать хотя бы пару-тройку чатов, ну, там, потолок штук 10, да, и уже понять, что действительно, ну, на самом деле ничего не происходит и, ну, не, я уже херню несу, ничего не происходит, а, короче, что действительно люди не верят, они не закупаются. То есть, ну, когда, вот что я хотел сказать, ничего на рынке не происходит, когда боковик, скучно, волатильности особо нету, естественно, люди не хотят закупаться, понимаете, а когда все летит, тогда им, конечно же, интересно, когда все падает, им интересно, потому что они обсираются и бегом заходят же помониторить свой портфель, сколько у них там осталось, хотя это, ну, долбебизм полнейший смысла не имеет. То есть, от того, что ты промониторишь портфель, что это изменит? То есть, ты, наоборот, вызываешь в себе ненужные какие-то эмоции, которые тебя раскачают, и ты потом, ну, еще, не дай бог, продашь там все в минус и обослешь штаны, а потом все отрастет через пару-тройку месяцев и так далее. Поэтому, ну, дело за вами, как говорится, да, думайте сами, решайте сами, но я, опять же-таки, не совершал такие дебилоидные ошибки в виде того, что всего лишь там осталось буквально, ну, всего ничего, может, пару месяцев, как мы начнем восстанавливаться, поэтому те, кто там сейчас распродадутся, да, непонятно зачем, и распродавались до этого, там, фиксировали свои профиты, портфели, там, два ТХа какие-то, нищие забирали, то есть, потом они, естественно, будут сидеть со сетлапой и рассказывать, что, блядь, тут было держать, оказывается, и так далее, зачем я послушал блогеров, ну, сейчас они в моменте, типа, довольны, но, как вы понимаете, те, кто довольны в моменте, они не смотрят в долгосрочную перспективу, то есть, они смотрят перспективу максимум, там, полгода, и то это завышенные отметки, да, то есть, потолок два месяца. Вот я, к сожалению, не могу найти этот, получается, САЭС, вот эту статистику, если найду, обязательно покажу, то есть, в 2021 году, по-моему, тот же сантимент делал опрос или как-то статистику, что большинство людей действительно готовы ждать от двух до четырех месяцев в среднем, то есть, ну, максимум, да, готовы ждать, понимаете, но я бы сказал бы, ну, хорошо, давайте три месяца, три месяца они готовы ждать. И то, я наблюдаю, большинство людей, вот, помариновали два месяца в боковике, они уже ноют, они уже хнычут, все, альцезона не будет, максимум два тейкса, какие там пять иксов даже, пять-семь иксов максимум, это и то сдонных отметок, то есть, немного мы еще там пару иксиков дотянем, поэтому не надо питать влажные фантазии, так какой десять иксов минимум, ты что, въебался, Саня, головой об стену, в смысле, блядь, не будет такого, то уже такого, как раньше не будет, какие такие десятки иксов, ты что, долбанутый, блядь, то в смысле, там, накопление, то они могут так долго возить, то что они не накопили позиции то нет, должно, оно уже пойти было, то это ты не шаешь, то эти монеты скам, то зачем это брать, то ой, то то да сё, кстати, вот цели по юфе, если кому интересно, это он бонус от меня, это я в клубе выкладывал, кстати, и по всем монетам есть цели, то есть, которые особенно есть на бинансе, там их 400 плюс штук и на мексе, поэтому и цели, все там уже давно обозначено, я вот постепенно уже скоро их доделаю и буду выкладывать, кстати, кошельки китов, какие фонды, что держат, да, получается, и какие монеты перспективные, ну, опять же таки, монеты в рекомендациях и так были, я имею ввиду просто подпитать веру людей, скажем так, так, чтобы они понимали, какие фонды, какие биржи, там, и инвесторы стоят за теми или иными проектами, чтобы они в них, ну, скажем так, не сомневались, еще больше у них была сила воли, да, чтобы холдить эти монеты, вот так вот, вот, поэтому по поводу ажбара тоже можно докупиться, если кто хотел, GRT там и так далее, ну, давайте к новостям по бырам, GRT уже восстанавливается, совпадение, да, вот, поэтому я уже рассказывал неоднократно, есть здесь отскок плюс 40%, поэтому, ну, понятное дело, монеты будут расти, вопрос лишь времени, и те, кто умеет ждать, да, те обязательно дождутся своего часа, будут почивать на лаврах, да, херенно зарабатывают, доги уже выносят шарты, пока долбоебики рассказывают, что и в новостях нам чешут по ушам, что будет еще падение в 2-2 раза, это все полная хуйня, как вы понимаете, то, конечно же, ну, как вы понимаете, то есть люди действительно настолько тупые, что они не понимают, что то, что я говорю, это действительно работает, и, ну, опять-таки, не все, понятное дело, те, кто следует рекомендациям, они большие молодцы, они умнички, но те, кто не слушают, те, кто смеются, там, хейтят и изливаются желчью, только что-то сейчас уже желчь, это постепенно пропадает, и языки засовываются в попку, да, как только начинается рост, и всегда такие сверхразумы появляются только когда все падает, да, и то, как бы, я говорю, наоборот, докупайтесь, и здесь я тоже, говорю, скидка мне вот здесь, представьте, мне вот здесь рассказывали, когда я советовал брать биток, эффект, BNB, альты, мне рассказывали, Саня, ты дебил, ты загоняешь нас на хаях, ну, то есть, опять-таки, понятное дело, была такая категория, кстати, таких было, наверное, процентов 30, как минимум, здесь мне говорили, ты тупой, зачем покупать, BNB сейчас на 40 баксов плюхнется, ничего не напоминает, и вот здесь то же самое мне чесали, говорю, ребят, ниже 200, это маловероятно, что тут и что, и в итоге BNB уже почти 4, ну, там, не 4, 3 года стоял, и ниже 200 баксов не падал, ну, потолок-то, может быть, сквизом на 190-180 падал, и то не на всех биржах, да, вот, поэтому и мне рассказывали, что, Саня, да ты не шаешь, блядь, да нахуй это надо, зачем покупать, ты на хаях советуешь, и сейчас мне тоже говорят на хаях, ну, хорошо, на хаях, ну, давайте я для особо одаренных покажу еще раз, вот у нас хаи, ну, хорошо, даже отсюда возьмем тело свечи, сейчас даже 1 инч находится в просадке 94%, это хаи, да, то есть, ну, понятное дело, я был бы падалой, разе, если бы я советовал вот здесь, когда уже 1 инч дал, там, не знаю, 30-40 иксов, я говорил вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, и там, допустим, когда будет рост, вот так вот произойдет, там, ну, не одной палкой, понятно, там, вот так как-то будет идти, вот, вот здесь я говорил бы покупайте, понимаете, Лип, я был бы долбоебом, да, и загонял бы на хаях, говорил бы покупайте, там, не знаю, инжэй, понимаете, покупайте инжэй, понятное дело, можно было взять, но я говорил, что это очень высокие риски, либо рендер тот же самый, да, как многие блогеры вам советуют, вот она дала там 30 иксов, говорят, вот здесь вот покупать, или там Фэт, и в итоге сейчас люди сидят в минусах, залетев на хаях, вот, или, ну, Фэт, да, вот 60 иксов дала, вот здесь тоже, они говорили, залетайте, залетайте, или там, или Вивхэт, да, вот Вив монета имеется, да, у нас на базе Соланы, тоже говорил, нахер заходить, тут уже 50 иксов, нахуя это надо. Да, она может еще дать. Да, зеленые камыши. Ну, сука, ну, после того, как дала 50 иксов, да, понятное дело, что, может, кто-то скажет, может, она еще ебанет там. Ну, может быть. Но заходить после того, как монета давала большие иксы, смысла никакого не имеет. Понимаете? Или там Аидоги тоже многие спрашивали. Вот монета тоже здесь давала. Давайте я вам покажу, сколько. Она дала здесь тоже там 15 иксов. И, опять-таки, кто-то скажет, ну, ведь можно было же заработать. Ну, по итогу, как вы понимаете, естественно, надо покупать те монеты, которые еще не давали иксов. А те, они, ну, будут в плюсе. Понимаете? Икс Ди Си тот же самый уже выкупают. То есть многие монеты, которые я советовал, то есть, видите, лой, они не обновляют. Верч тот же самый уже выкупают. И те, кто там мне рассказывали, да, ты не шаешься, они это там укатают. Это скам монеты ты советуешь, ты какую-то хуйню советуешь и так далее. Да, хуйню, ну, хорошо. Вот хуйня дала 8 иксов. Сколько дали твои говномонеты, которые ты купил, либо те там перспективные, да, меня попросили зачем-то чья. Посмотрите, я не знаю, зачем смотрите, это говно. Потому что это говно даже на бычьем рынке не росло. Тут куча разлоков. Вас загнали там блогеры в эту монету. И, естественно, многие люди теперь пытаются выйти из этой параши. Но, как вы понимаете, естественно, она уже вред ли иксов даст. Вот у меня протокол еще есть. Потенциал икси дать. Потому что видно, что ее выкупают. Видно, она нащупала дно. И даже с текущих можно ее подобрать. У меня многие спрашивали, стоит ли это делать. Понимаете? И тот же Полькадот, которым уже многие разуверились. И, кстати, разуверились они также в 23-м году и в Атоме Космосе тоже. И это отлично. Потому что те же экосистемы фундаментала, они могут себя проявить. И даже сейчас тоже Атом Космос можно взять и когда, ну там и так далее. Но, как вы понимаете, почему люди разуверились? Потому что они говорят, типа, монета мертвая, волатильности нету. Она там только падает или в боковике стоит. Ну так, сука, понятное дело, потому что она стоит в накоплении. А если ты, дятел, этого не понимаешь, ну так это твоя проблема. То есть вот здесь монета стоит 2,5 года, ну вернее, 2 года в накоплении, да. Но после этого, конечно же, когда он увидит вот такие вот зеленые свечи, как вот здесь, когда только тут поебашил. То есть вот тут я тоже советовал и в клубе, и на ютубе бесплатно. Когда вот здесь мы стояли, мне говорили, да не, еще плюхнемся сюда, там, сюда, подождем, там, ну и что? Подождали, блядь. Вот, по итогу монета дала там 12x. Да, это не какая-то сверхприбыль, понятное дело. Но, чтобы вы понимали, действительно большинство не верит в монеты. И вот здесь тоже вкусам. Я даже не поверил. Понимаете, я смотрел англоязычных блогеров, так монета была еще, сука, на самом старте. Понимаете, к сожалению, я тогда что она была стартапом. Вот так и многие люди, понимаете, то есть, ну я не то, что тогда прям зеленый был, да, понятное дело, 4 года прошло все-таки, как-никак, или даже 3 хотя бы. Я уже поопытнее стал, но я понимаю, что действительно проекты, ну, надо, во-первых, изучать, ну, не вдаваться прям в лютые подробности, как большинство людей это делает, но нужно, скажем так, хотя бы посмотреть фонды. Вот это основное. Какие фонды инвестируют и куда они инвестировали до этого. То есть они качали проекты, либо нет. Насколько они их пампили и так далее. Поэтому, и, чтобы вы понимали, Кусама действительно дала просто колоссальные иксы, как и Солана. В Солану я относительно, скажем так, нормально еще зашел, там, начиная от 12 до 30 долларов, вот. Поэтому тут, смотрите, вот та же самая Кусама, сколько она дала со старту и сколько она улетела. И многие говорят, нереальные иксы. 500 иксов она давала, ребята, 500 ебаных иксов. Даже какой 500? Подожди, 4800 это было бы 50. Ну да, 500 иксов получится, или даже 600. Ну хорошо, даже в худшем случае ты зашел вот здесь, вот, когда уже там начался перехай по битку, здесь бы ты заработал, ну, хотя бы в худшем случае, те же там с Соланой 10 иксов, понимаете, вот чем прикол. Или там вот есть такая монета AF, я думаю, многие знают, DeFi Protocol, там, и так далее, ну, DeFi проект, Dex, там, ну, я уже советовал ее миллион раз. Вот тоже она здесь была в накоплении, тоже стоячок рынка, кстати, на секундочку, да. Вот, и вот здесь хорошо, ты там провтыкал, в 19-м году не зашел, даже если ты зашел там вот здесь, условно, декабрь-янвай, то есть ты тут свои тоже 10 иксов ворвал. А если бы ты заходил там в 19-м, 20-м году, ты бы забрал бы, гляньте, сколько это процентов, сколько это процентов, о боже. Это просто какой-то, это получается, здесь это где-то 500 иксов, здесь это получается где-то полторы тысячи, полторы тысячи процентов, вы вдумайтесь, ребята, DeFi проект, который сейчас в топе. Вот, давайте глянем, на каком же он месте находится, он находится у нас по CoinMarketCapу, 91-е место, то есть, а, нет, это по объему, по CoinMarketCap 66-е место, чтобы вы понимали. И действительно, многие не понимают, многие просто, сука, не догоняют, что это действительно перспективный проект. И вот, гляньте график Аэйва и Компаунда. Вот, вот это еще интересный момент. Многие вот этого даже не знают, что действительно надо обращать на это пристальное внимание. И у нас, кстати, Uniswap, Sushiswap, чем-то похожие графики, получается, с Аэйвом. И объемы, посмотрите, подросли в 50%, то есть, опять же-таки, киты скупают. Я напоминаю, что тоже там Uniswap покупает фонт А16Z, и я, ну, вообще не сомневаюсь, что он будет пампить. Вот, смотрите, тоже графики одинаковые, совпадения, да, или там Uniswap и Компаунд, давайте сравним, посмотрим. Тоже одинаковые графики, блядь, ну, какие же совпадения. Давайте Sushiswap глянем, может быть, отличается чем-то? Не, ничем не отличается. Ну-ка, B-Swap, ну, B-Swap может чем-то отличаться немножко, ну, да, B-Swap тут немножко своеобразная система, скажем так, но, допустим, не знаю, давайте возьмем тот же CurveDowToken ради интереса. CurveDowToken, да, тут имеются отличия, тут, конечно, схожесть небольшая. PNKXLAP ради интереса, давайте глянем. Вот, PNKXLAP тоже похожий график, смотрите, с Uniswap, ну, то есть, видите, практически одно и то же, но многие люди такие, да, не может такого быть, да, ты не шаешь там, Саня, и так далее. Ну, не шаю так, не шаю, хорошо, не покупайте, потом монеты вы ебут, вы будете кусать локти и, соответственно, жаловаться, жди бы, блядь, я не успел купить, ну, окей, хорошо. Не успел, так и не успел. Да, три года ты не мог закупиться, а тут незамыно, как только все отросло и оказалось на хаях, то ты вот в день именно, когда пиковые отметки, ты нашел время и нашел деньги закупиться, да, и нашел мотивацию, нашел, все нашел, да, все нашел, до этого все потерял, в том числе и мозги, да, тут внезапно все нашлось. Ну, прям, какие же совпадения? Ну, то есть, я не верю в такое, понимаете, это просто пиздобольство, потому что большинство людей, они действительно просто врут, сами себе врут, а потом, когда монеты отрастают, они такие, а, ну да, блин, точно, надо было, надо было, да-да-да, вот, надо-надо, надо-надо, или там, вот, надо там пойти в спортзал, надо пойти в спортзал, надо там заняться спортом, надо-надо, и вот так они откладывают, 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 и в итоге, понимаете, все, жизнь проходит, время проходит вы стареете ну и перед этим я же говорю что вот такие возможности это говорил еще два года назад это просто подарок свыше подарок свыше закупиться монетами но люди такие не я не буду я ничего не комментирую потому что очевидно эти монеты надо покупать и даже сейчас это можно сделать поэтому то есть я не понимаю то есть реально вот я не пытаюсь там никого переубедить или там сагитировать лично вообще похер заработать его либо нет это дело каждого я бы хотел бы чтобы все заработали там своего канала но кстати манас энд я же говорил одинаковые графики одинаковые киты там вот поэтому монеты могут дать от действительно очень жестко но допустим акси инфинити давайте ради интереса откроем многие тоже в нее не верили там и говорили что типа то нахер ее покупать на фонды там же шитак сексами даже вот здесь были там десятки сотни иксов но фонды не хотели фиксироваться почему то здесь монета дала 90 тысяч процентов то есть это где-то 900 иксов чтобы вы понимали ну хорошо даже вот здесь это где-то там 300 иксов монета дала и вот понимаете игровые проекты вот тут же элис та же а получается тот же манас энд они тоже давали такие иксы но перед этим перед этим сколько они стояли в накоплении давайте глянем я вот это показывал вот здесь она четыре года стояла в накоплении после этого она ебанула там на 300 400 иксов понимаете но люди такие то не это долго блять это я не хочу ждать ну хорошо на работе наверно больше заработаешь то есть ты мог просто зайти я не знаю там буквально сотки заработать 400 иксов и это выходит сколько это 40 тысяч долларов даже банально понять если я правильно посчитал сейчас в общем ребят как говорится если надо объяснять то не надо объяснять вот допустим то это давайте ради интереса от кам們 вот это тоже и светлого почем проект дЦет на годный уже он вышел из накопления к сожалению да кто правтикал поздравляю будете дольше телиться будете потом кусок локти еще больше вот здесь это та же стояла давайте глянем сколько сколько же нас стояла на это же там вот тоже-то и года почти и давайте же глянем сколько дала на хуйня проект давайте глянем здесь дало тоже там 250x ну слабо да слабо на наali больше заработайте на или там бизнесе в каком-то интересно что это за бизнес такой что даст такие иксы вот ну как бы опять-таки это просто смешно слушать реально смешно просто смешно поэтому тоже самое то пью давайте глянем сколько же она здесь стояла давайте вот посмотрим ради интереса вот здесь дабл боковик там и так далее ну там тоже около двух лет понимаете но люди говорили не это мало здесь даже монета дала где-то около 100 иксов если знать то где-то 500 иксов вы понимали 500 ебаных иксов ну то есть и вот здесь даже монета я говорю даже в худшем случае она даст там 15-20 иксов там ну 10 там понимаете в нищем случае но люди такие не я не буду покупать у меня спрашивали за robin coin можно еще взять кстати вела меня спрашивали сейчас я пока помню вела вела сейчас поздно брать то есть естественно спрашивают что нахо як но есть монета такая похожая чем-то верой называется вера сити да то есть я хоть помню по моему и захейтил то что она падала но сейчас она в накоплении 700 дней четкий боковик потенциал ну 10-15 иксов с текущих то есть опять-таки сверх прибыли не жду но может что-то и покажет вот по поводу кстати свайпа тоже говорил вчера можно сейчас я тоже подобрать еще пока не уебала а вот поэтому тоже успевайте реально монеты годные поэтому платежные сервисы там вся херня и как вы понимаете вот эти накопления по большинству монет то есть одинаковые ну где-то 700 там 30 дней сейчас понимаете я это показываю просто из монеты в монету из ролика в ролик но как говорится если надо объяснять то не надо объяснять да есть такая песня даже поэтому и divide x тоже стоит накопление давайте глянем сколько давайте же глянем ну сколько угадайте с одного раза тоже 730 дней блять какое совпадение да и как вы понимаете вот здесь сколько потенциал хода с текущих то есть это где-то ну около там 10-15 10-15 иксов поэтому то есть люди не ценят бесплатно и даже платно понимаете то есть им сколько рекомендации не дай они все равно скажут не мало нет не так не то понимаете ну и по итогу когда действительно все отрабатывает и вот солана дал я вот повел отличный пример что я закупался соланой и в закрытом клубе я ее тоже советовал то есть вот здесь мы начинали ее покупать и helium я там закупал и кстати helium тоже потом на базе соланы стал хотя был собственный блокчейн непонятно зачем они переметнулись ну ладно вот здесь мы покупали то есть я фиксировал солану где-то в районе 70 80 долларов здесь я забрал где-то иксов 6 7 здесь я покупал по 30 фиксировал где-то 22 с половиной икса кто-то скажет это мало но опять же таки вы же не знаете объем это первое да и вот здесь кстати я тоже солану помню советовал мне тогда кричали что саня он уходил она вслед кричала да да не уходи давай начнем все сначала здесь тоже самое было да поэтому как говорится самое забавное мне говорили ты дешаешь садя ты дешаешь ты даун ты аутистом клоун просто лошара там не шаешь да что типа на хаяк загоняешь в эту монету по итогу эта монета потом ебанула еще с текучих получается на еще 10 иксову потом те же сверхразумы залетали здесь по 200 баксов по 250 в солану и рассказывали мне что типа это перспективная технология ты даун что ты ее зафиксировал она летит на 1000 на 500 нахера ты ее продал ты вообще идиот там и так далее вот поэтому ну это забавно все конечно слушать поэтому я уже понял что людям сколько ни делай они благодарны не будут да поэтому адекватная да ну адекватных процентов 10 к сожалению на вот поэтому как вы понимаете вот здесь тоже я советовал мне сказали не саня ты не шаешь вот я не буду покупать а луну по 5 долларов по 8 как ты советуешь там по четыре с половиной не я лучше дождусь получается 2 доллара вот ты тупой ты не шаешь от биток сейчас на двадцатку плюхнется блять представляешь что старая луна будет она вообще на 70 процентов вниз улетит вот ну и чё улетела вот после этого естественно мне многие захотели когда я сказал что я продал ту же самую таралуну где-то в районе 30 баксов тоже забрал примерно как по солане но почему я забрал я объясняю а не потому что я там обосрался или не захотел ждать я фиксанулся по цену зашу перед этим уже луна давала около 100 иксов почти понимаете вы здесь там 70 80 takes out поэтому я решил не передерживать я понимал что она но сильно выше уже не сходит уже 20 и 21 год то есть 25 года я понимал это будет пик было на я фиксанулся примерно как раз таки вы здесь где-то летом у лета осень понимаете вот и действительно вот здесь я закупал вот здесь я закупал ну и принципе фикс匆 успел у Logos в минус ничего не фиксировала естественно вот и как вы понимаете действительно монета потом дальше еще уебало, из вот этих отметок я мог бы додержать, забрать там 20x, они 5-7, да, ну, как вы понимаете, я не угадывал, после этого вообще-то Ролуна скоманула, ну, и вот те клоуны, которые мне рассказывали, что, типа, ты даун загоняешь на хаях, я куплю по 2 доллара, а 5 долларов это хай, оказывается, то есть, тут была скидка, что вы понимали, вдумайтесь, просто вдумайтесь в эти цифры, я не знаю, насколько надо быть идиотом, понимаете, 80%, 80% скидка, не 50 даже, не 30, 80, и мне сказали, нет, Саня, я подожду, сука, когда упадет на 2 бакса, и вот тогда я куплю, а ты лох, покупай по 5, ну и кто лох по итогу, кто лох по итогу, понимаете, вот, 90% они ждали падения, понимаете, вот, и после этого они заходили вот здесь по 70, по 80, по 100, по 120 долларов в Луну, в надежде, что она ебанет на 200, понимаете, хотя бы на 200, чтобы они 2x забрали, ну, то есть, это просто такая клоунада и клиника, и после этого мне рассказывают, что, типа, не, Саня, и те же самые, скорее всего, клоуны приходят и рассказывают, что, типа, не, Саня, ты не шаешь, вот, я-то точно знаю, там, и так далее, да откуда ты точно знаешь, ты что, Нострадамус, ты бог, ты создатель вселенной, или что, ну, то есть, это действительно просто смех, понимаете, поэтому тоже те же анонимки меня попросили посмотреть, я уже смотрел миллион раз, говорю, что их можно брать, поэтому те, кто, там, не знаю, провтыкал, не успел, обязательно возьмите, и, ну, скажем так, не тупите, да, обязательно возьмите и не тупите, потому что монеты эти могут ебануть очень сильно, и Дзен, тоже интересная монета, вот, а также можно ее взять, пока она стоит на месте, то есть, то, что они там отрасли на 5, 10, 20, даже 30 процентов отскочили, ребят, вы самые ножи, самые сквизы все равно не поймаете, не морочите себе голову, реально, мне тоже хотелось бы, но мы не киты, и даже если, представь, ты ордер поставил, ордер, скорее всего, бы сработал у китов, а не у тебя, вот, но это больше такой психологический ролик, потому что новостей особо нету, сейчас по-быстрому по ним пробежимся, я вам покажу еще одну перспективную монету, я ее советовал, но покажу еще раз, вот, и за каким фондом стоит следить, чтобы тоже охеренно зарабатывать, вот, поэтому досматривайте до конца, поэтому Дзен, Фера, кстати, есть еще такая монета, многие не знают, анонимная также, здесь тоже имеется накопление, там, 700 дней, естественно, и совпадение тоже 730 практически, да, вот, и здесь потенциал тоже может быть около, там, 15 иксов, чтобы вы понимали, поэтому, ну, тут дело ваше, покупать эту монету либо нет, я уже, в принципе, ну, рассказывал из-за нее и так далее, тоже, видите, боковичок, кстати, я советовал монету Белл, и вот эта монета, она тоже находится в накоплении сейчас, она откатила на 70%, был памп, да, на почти 5 иксов, ну, вот, даже сейчас она находится тоже в накоплении уже почти 3 года, чтобы вы понимали, поэтому потенциал иксов, риск высокий, естественно, от 10 до, там, 30 иксов, я думаю, вполне может ебануть, вот, поэтому успевайте, по поводу, в принципе, вроде бы все ответил, по поводу монет, какие спрашивали, ну, могу ошибаться, все не запомню, естественно, продублируйте под этим роликом, если что-то забыл, но многие посмотрели, вот, давайте по поводу новостей, то, что цена кардана может у нас восстановиться на фоне появления обычного сигнала и какой-то у нас сигнал от аналитика, да, под названием TD Sequential и используем технический инструмент вершину рынка кардана и определил вершину, теперь сигнал на покупку на дневном графике, вот, ну, и чтобы вы понимали, это конец коррекционной фазы, на самом деле, так и есть, я считаю, ну, и тут дело не в индикаторе, а в том, что, действительно, у нас, когда она, я думаю, достигла дна и никакие отметки, там, лето, осень, двадцать этого года не будет, вот, у нас 64 тысячи долларов, поэтому те, скажем так, умники, которые ждут, там, 52 тысячи, там, ровно 55, 50 они ждут, пускай ждут, ждут, удачи, удачи, потом, когда будет уже, там, 73, 90, 100, 120, 140, они зайдут и скажут, а, ну, да, блядь, Саня был прав, надо было покупать, точно, сука, почему я его не послушал, почему я продал, почему я зафиксировал такие копейки с дебилами-блогерами, почему, почему, блядь, вот, ну, и потом вот это вот просранное время, 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 самое главное, время, потому что ты проебал время, проебал возможности, понимаете, потому что крипта, она ждать не будет, ждать не будет, если ты проебал время, проебал возможности, то все, все, дружище, потом придется ждать следующего цикла, ждать медвежку, опять накапливать позиции медвежку, потом там накопительный год, ну вот как было 22-23, ждать начало 24-го, пока еще боковик будет я напоминаю, в 20-м тоже было накопление но люди такие, не, я не хочу столько ждать, какой ждать 2-3 года, какие 5 лет, Саня, ты что, это долго, нет я ж умный, я ж зайду на фазе альцезона, ну, дружище, ты когда зайдешь на фазе альцезона вот многие как заходили, а фаза альцезона как раз таки, давайте вот фантом, на примере фантом я уже показывал, покажу еще раз, 2 секунды то, что фантом тоже стоял в накоплении, и давайте же глянем, наверное день он постоял давайте глянем, сколько он стоял, стоял почти 3 года, чтобы вы понимали, вот ну 2,5 условно, да, и сколько же он дал, он дал по итогу, чтобы вы понимали 142 тысячи процентов, это полторы тысячи иксов, полторы тысячи, так это проект что вы понимали, действительно экосистема фундаментал, да, и которые многие блогеры недооценивают и, скажем так, я его тоже советовал, и что вы понимали здесь объемы тоже подросли, и находится он в топ, получается, тоже 50 от CoinMarketCap, вот, поэтому и, ну, я же говорю, ребят, покупайте, покупайте, вникайте, люди такие, не, вот здесь я советовал его, говорил, там, покупай по 20 центов, не скажешь, не, Саня, я куплю по 10, по 5, ты не шаешь, вот здесь я дождусь эти отметки, блядь, и ты что, ну, и что, по итогу, фантом уебал на 7 иксов, здорово, пизда у коровы, да, что называется, поэтому, ну, то есть, люди не ждут, люди, вернее, наоборот, ждут, пересиживают, пересиживают как в плане падения, так и в плане роста, да, потом такие платижи, ну, короче, просто, ну, полнейший бред, ахинея и смех, понимаете, поэтому, не пойти мозга и закупайтесь, так вот, по поводу перелива доминации, перелив доминации у нас начался, когда биткоин сделал перехать 20 тысяч, вот, и, соответственно, вот здесь, это был декабрь, 20 январь, 21, и вот здесь, сколько бы вы заработали, ну, заработал бы ты, хорошо, там, получается, где-то 20 тысяч процентов, это 200 иксов, что вы понимали, вот, да, но ты не дозаработал бы, хотя тут всего лишь, всего лишь 10 иксов, да, с дна, вроде бы, якобы, но вот 10 иксов, а вот эти 10 иксов у тебя бы зарешали, то есть, ты бы забрал бы не 200 иксов, а полторы тысячи, то есть, ты бы забрал бы еще, там, в 10-20, ну, там, в 10-20 раз больше, понимаете, от профита того, что ты имел, и вот здесь я советовал, я говорил, ребята, откройте глаза, блядь, понимаете, вот здесь мы пришли к тем же отметкам, сука, покупайте, мне сказали, не, Саня, ты не шаешь, блядь, зачем покупать, я вот дождусь вот сюда, и вот здесь мы сходим за ликвидностью еще на 90%, ты не шаешь, блядь, и че, кто не шает по итогу, вот здесь дали мы уже около 5,5, там, 6 иксов, но, как бы, люди такие, не, хорошо, следующий пример, не, их протокол, тоже я советовал, мне сказали, не, Саня, покупать по доллару, это слишком дорого, я вот, я говорил, ребята, вы купите, просто потом выше, и люди сказали, блядь, ну, ну, блин, я не успел купить, вот, ну, давайте вот здесь, я говорил, покупайте по доллару, мне сказали, не, Саня, не шаешь, куплю по 50 центов, и че, купил, вот, далее, получается, вот здесь, дал он сколько, около 7-8 иксов, уже, уже с дна, понимаете, ну, в среднем, окей, даже если ты покупал здесь, ты имеешь, имел в моменте 4 икса, понимаете, то есть, люди не слушают, люди не верят, окей, окей, я не забираюсь побеждать, Avalanche, хорошо, Avalanche тоже советовал, говорю, CBDC монета, ебанет, вот, вот здесь, говорю, пришли к тем же отметкам, график даже такой же, ну, вот, понимаете, дебилу, понятно, вот, еще раз открываем, давайте, вот, я вам покажу, просто, вот, я показывал уже неоднократно, но люди такие, не, не может такого быть, почему графики одинаковые, а то ты, Саня, что-то придумал, то не может такого быть, вот, объемы, видите, растут по альтам, уже все выкупается, и очевидно, что киты копят эти монеты, вот, давайте глянем, фантом тот же самый, сравниваем, вот, график, бля, ну, ничем не одинаковый, да, Avalanche, давайте глянем, Avalanche тоже самое, тоже одинаковый, но давайте ради интереса откроем, там, не знаю, тот же самый Avax и сравним его, вот, если не верите, тоже объемы растут, видите, это показатель, что киты закупаются, то, что цена сильно не двигается, или вообще может не двигаться, или даже падать, это, наоборот, сигнал, что киты покупают, просто делают это в техря, вот, фантом тоже, не одинаковый график, да, вот, Nierk протокол, то же самое, не одинаковый график, атом, атом, давайте атом глянем, потому что атом, кто-то не верит мне, да, ну, давайте, атом космос, тоже совпадение, да, ну, давайте откроем, ради интереса тот же самый фантом, вот, фантом открываем, и сравним его, теперь, давайте, вот, посмотрим и понаблюдаем, как и как же это все прям совпадение совпадение ну то есть реально и прикол то в чем что ты это показываешь ты рассказываешь но это бесполезно просто без по и вот такой же график такой же гать совпадение вот нет протокол давайте глядь тоже такой же график ну не может быть может атом космос такой не тоже такой же блин ну как же так ребята ну ну наверное я не шаю я наверное я не шаю вот как же шарить так как блогер шая до что вот они рассказывают что надо там то надо там Солана даже, даже по Солане Сука, график чем-то отчасти похож, понимаете Ну да, может быть не настолько сильно Но все равно, понимаете, вот Давайте ради интереса у нас сравним Нео и Кьютом, да, вот эти Две китайские монеты, китайских Эфира, как их назвали, да, то есть И тоже здесь объемы растут, и тот же Кьютом уже входит в тему RVA, искусственного Интеллекта, там, возможно, BlackRock Даже инвестировать в токенизацию активов, там и так далее Совпадение, да, и потом скажут, что Старички, оказывается, будут пулять А Саня был прав, да, вот тоже Одинаковые графики, совпадение Ну, короче, то есть, и после этого он мне говорит Да нет, Сань, ну, не может такого быть И вот здесь, представьте, действительно Кьютом сходит Там, не знаю, 20 сексов даст, баксов на 60 И мне скажут, ааа, ну да Блин, точно, надо было Покупать, Саня, че ж не послушал Или там, допустим, открываем XRP Давайте, вот, графики одинаковые со Стелларом Не верите? Ну, давайте проверим Давайте, ну, я ж не шаю, поэтому Да, сейчас, сейчас, смотрите Секунда дела, момент Вот, Стеллар открываем, ой, блядь Не одинаковые, да, графики Ой, бля, вообще не одинаковые Ой, 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 что ж поделать Ну, короче, то есть И это все, ну, просто смех Понимаете? Ну, ладно, я не буду повторяться Я уже, наверное, вас заебал Ну, короче, если сравнить Многие монеты Они, действительно, вообще еще Нихера не показали Вот тот же Anthology, смотрите Тоже ее советовал Есть у нас такая монетка 50% тоже там Как вы наблюдаете У нас объемы подросли И монета еще на днище То есть, представьте, она там ебанет Баксов на 10 То есть, это 30 иксов Ну, большинство людей такие Нет, я хочу покупать Иос в сектор RBA зашел Токенизация активов И угадайте, кто может стоять за этим проектом Наверное, не Блокорог, да Наверное, не какие-то фонды Ну, херня, монета, да То есть, естественно Перехажешь не делала Поэтому смысл покупать Ну, короче То есть, одна и та же телега у людей И видите, тоже Перехай не делала Специально скепсис им создали Чтоб они в это поверили Такие, типа А, ну, не Не, не буду покупать Не буду, зачем? Ну, такая, типа Слабенькая монета Зачем? Вот Хотя 21 миллион Ограниченная миссия То есть, за Zcash Что-то никто не говорит Но все-таки Биток, биток, да-да-да Биток Биток, вот надо покупать И в новостях же биток Постоянно мелькает Тут Dash Давайте глянем Ради интереса Сравним Ну, графики здесь, конечно Ни хера не похожи Давайте Zen Не та монета Horizon Вот Horizon Zen Тоже нифига не похожи Но, как вы понимаете Что эти анонимки Они настолько Недооценены Что многие просто Потом пожалеют Понимаете Вот это все Это глобальное накопление Глобальное накопление Представьте Просто Лютейшее Лютейшее Но, как бы Если надо объяснять То не надо объяснять Поэтому Dash Хоть и не анонимная монета Да То Она принимает платежи Visa, Mastercard То есть, она считает Что полу-CBDC Понимаете То есть, она как платежный сервис Используется То есть, Dash принимает Многие там Компании Там страны Европы Там и так далее Вот, если на TradingView Открыть Да Ради интереса график То есть, ну Это просто Показатель того Что действительно Dash Может очень хорошо сходить Понимаете Вот давайте Я вам покажу Свечи Вот тоже Боковичок по ней И после этого Монетка может показать Но, как вы понимаете Многие скажут А не, в смысле На 1200 она сходит Ну, давайте Ради интереса Даже 200 баксов С текущих Ну, там 300, да Это будет 10x Если она сходит Условно там Где-то Ну, давайте С 300 30x Это получается 900 400 40x Короче 40x Это 1200 40x Ну, представьте Даже такие небольшие Иксы она покажет Ну, для кого-то большие Для кого-то нет Ну, то есть Десятки иксов покажет И люди такие Ну, да Вот надо было покупать Все-таки я ошибся Но, понятное дело Что пока Что Как я мем даже делал Да Что На дне Надо продавать А что на хаях Надо брать Понимаете Ну, вот это у них Такая логика То есть Многие эти монеты Они говорят Тань, не переоценен Это нахерна Ну, а почему Они тогда не соскамились Как Тарлу на FTX Почему их не слили Почему их не заделись Лизбинанса С Coinbase И так далее С Bitfinex С остальных Американских регуляторов Холдят эти монеты Да Интересно Ну, как же так Да И не продают их Не продают Ну, то есть Опять-таки И люди Почему-то об этом Не задумываются Что действительно Да Может быть Они Холдят эти монеты Может быть Они держат их И так далее Но почему-то Таких мыслей нет Понимаете То есть Таких мыслей Не возникает Возникают мысли Только о том Что типа Вот Полтора миллиона адресов Понимаете То есть Полтора миллиона адресов И держат Киты Держат Продолжают держать Продолжают удерживать Но Все равно Видите Вот Дэш Держит какие-то кошельки И Ну Не хотят продавать Почему Интересно Почему Ну давайте глянем Вот этот вот адрес Сколько он держит Вот смотрите 12 лямов долларов Ну кто-то скажет Что это фигня Но это опять же таки Из открытого источника Здесь 12 лямов Здесь тоже около Там 12 Здесь И вот десятки миллионов долларов Держат Да может быть не сотни Но держат Но это пока что Но я напоминаю Что Ту же шибу Тоже держали сначала Там на где-то 200-300 миллионов Потом шиба дала Около 4 иксов У них уже 800 миллионов То есть они не продают Или там 5 иксов дала она У них с 200 миллионов Было уже миллиард Понимаете Миллиард И сейчас тоже Они держат на десятки лямов Словно там С 12 миллионов У них может быть Понимаете Если те же 40 иксов Давайте посчитаем 4 икса Это где-то 40 лимонов Да Округлим Получается 400 миллионов 400 миллионов У них будет Просто с 10 Ну условно Да Так это на одном адресе 400 То есть полмиллиарда Уже будет практически И вы считаете это слабо Ну хорошо А представьте Он сделает перехай И сходит на 100 иксов Это будет получается Вообще там где-то 4 ягда Вот То есть С 10 лямчиков Каких-то Вот Ну думайте Сами решайте Сами ребята Айбит Компания Блокорок На сумму 38 миллионов Выкуплен гонконгская фирма Управлению активами Совпадения Да И как вы понимаете Это у нас Действительно Позитивный сигнал Что расширение Того же Блокорока Идет у нас Ну в Ну не только в Европе Да И в Америке В США Вот А также идет у нас Получается В Китае В Гонконге И так далее Поэтому Имейте ввиду Биткоин у нас погружается В тандем с NVIDIA Другими играми Искусства интеллекта Ну и по сути На данном этапе Связанное Упало Вместе с акциями И типа С этим сравнивают Ну какая разница Что там упал Технологический сектор Биткоин Если Связь в этом никакой То есть уже придумают Все что угодно Лишь бы народ Не закупился Да Далее у нас Почему же Шибарину Иксерпи Когда она Зафиксировали Значительный скачок цен Потому что Якобы после выступления ФРС США А почему именно Эти монеты Непонятно Да Вот Зафиксировала То что у нас Действительно Все отлично Там поставки Оставили на том же уровне Далее у нас Получается Биткоин ИТФ Зафиксировал Икорные оттоки Ну это мы уже слышим Миллион раз И новость Это продолжает Дублироваться Из раза в раз Питер Шив Называет новую Медвежью цель Для цены Биткоинов Типа у нас Медвежка Эта новость Была кстати У нас Когда Получается 2 05 То есть 2 дня назад И говорит Что 54 тысячи долларов Станет следующей целью Ну да 54 тысячи долларов Но как вы видите Уже 64 тысячи долларов Если кто не заметил Да Вот Поэтому Какие нахер Там 54 Какие нахер 52 Какие нахер Там 50 32 Там и так далее Можете Ну вот реально Отсутствие терпения Оно так есть Это один из роликов Я записывал Помню Вот И как вы понимаете Естественно Это все бойцевые кобылы Киосаки у нас говорит Что раскрывает 6 ключевых правил Аваи Я не знаю Что это значит Давайте на английском 6 ки Crash rules И получается Расскрывает Что на данном тапе Занимает Вера экономическая ситуация Серьезный крак будет Получается Потом Соответственно Не ловите падащие ножи Торбулентность может быть Народные деньги Там и так далее Вот Ну и по сути Я не знаю Кто его слушает Потому что он зарабатывал По большому счету Либо на инфобизнесе Либо там На какой-то своей болтологии Я не говорю Что это плохо Красава Но как вы понимаете Что Ну После того Как он ждал Там биткоин по 12 А сейчас он его ждет По ляму Ну не знаю Такое себе Слушать его Далее Срок действия опциона Биткоин эфир на миллиарды долларов Истекает Ну это естественно Пугалки были еще вчера Что типа сейчас Солид по рынку Ну естественно Чтоб люди не верили Не закупали И думали что Блядь Если упадет биток с эфиром То ж Остальные альты Вообще там укатаются Тут заодно еще там На 90 процентов Ну да Ждите блядь Сынки Вот Эдвард Сноуден Выступил у нас С важным предупреждением Биткоина в часы тикают И типа Говорят что Последнее предупреждение Острая необходимость Устранения уязвимости Конфиденциальности Вот Пока стало не слишком поздно Но это забавно От него слышать При том что он по-моему Является разработчиком Анонимной монеты Зеткэш Если кто помнит Да Важное послание Сатоши Накамото Биткоин деньгах Цитируемое Самсоном Моу И как вы понимаете Что он Наждал тоже биткоин По 500 тысяч По ляму Ну и говорит что Там отправление каких-то Сатоши упомянул Биткоин как деньги И типа Якобы еще в 2009 году Ну опять таки Как вы понимаете Загон биток Том Ли из Монстрата Утверждает что Цена биткоина Еще не достигла максимума Ну и максимум Как вы говорите Тоже он цену По-моему подымал Но при этом Как он говорил Что ждет 150 тысяч долларов В 2024 году Но если это будет Пик был рано Тогда да Поэтому вполне реально Вот Ну и говорит что Сколько рынков существовало В триллионы долларов Последние 15 лет А затем исчезло Поэтому имеет проверенную историю И актив существует 15 лет Действительно да Так оно и есть Но все равно Скепсис толпы Будет поддерживаться Для того чтобы На росте Они как бы Ну скажем так Не торопились заходить Даже когда уже начнется Восстановление То есть и Все будет делаться С той целью Чтобы конечно же Вы обосрали штаны Не покупали Ждали И потом конечно же На этом не вере Рынок будет постепенно Расти-расти-расти Ну а потом конечно же Людям скажут Что ребята Покупайте Покупайте Все отросло Уже самое время покупать Вот Ну так оно и будет Поэтому не ссыте в штаны Да что называется Закупайтесь Не ебейте мозга Пока дают такие возможности Далее у нас биткоин Поднялся выше 60 тысяч После отчета По рынку труда США Хотя какая В пизду разница Какой там рынок труда Если у нас биткоин Растет вне зависимости от этого Но видите Оправдывают всякими Всякими причинами Рост и падение Чтобы толпа схавала Да Вот и потом они в комментах Там и в чатах Рассказывают друг другу Одни и те же Одну и ту же Големотив Который они прочитали В новостях И вы слышали от тех же блогеров Которые эти самые новости Читают и пересказывают Да И выдают за истину В последней инстанции Что блять Из-за этого рынок Пошел вверх либо вниз Угу И потом они Таким же сверхразумом Как они доказывают Что вот произошло Именно нет Поэтому упал Нет поэтому упал Да Упал по техническим причинам Ребят А не потому что А не потому что Там и проставку подняла Либо данные по инфляции Вышли Такой бред Цена биткоина вернулась К отметке 63 тысячи Видите уже позитив Постепенно нагоняется Далее у нас тонкоина Заявили об отсутствии Планов по выпуску Web 3.0 смартфона Но это пока что я думаю Хотя в принципе Все возможно Американские конгрессмены Призвали разрешить Опционы на спотовый ETF На биткоин То есть это уже позитив Как вы понимаете И уже разворот рынка начался Если кто не понял Он начался еще вчера О до конца августа Цена биткоина не закрепится Выше 70 Ну да Ну да Держи карманшей И опять же таки Он расскажет Что типа до конца лета Начало осени Все Ребята Рост в этой переходе будет Не ждите Ага Уже 64 тысячи 6 тысячи Осталось дотянуть И как вы понимаете Что Это специально гонимо Чтобы вы не покупали Команда Курфаненс Агви Выплатила 250 тысяч долларов За обнажение Критической уязвимости Ну и как вы понимаете Что бабки у них имеются Поэтому там вот эти взломы Что были Это полная тупта Крипторинок Окрасился в красный цвет Окрасился в красный цвет Да Кого там не напоминает Да Вот что будет с биткоином дальше И конечно же Нам говорят Что из-за того Что там состоялось заседание И вот якобы там запустили ETF по ключевой ставке Хотя ставку оставили На том же уровне Это позитив Как мы понимаем Потому что ставку не снижали Уже заебись Ну и типа Прошла два основных Под знаком снижения Индикаторы краснели Чем зеленели Ну индикаторы Это постфактумное явление Я напоминаю Основными причинами Являлись претензии Правоохранительных К заметным энтузиастам А также отсутствие позитива Американских регулирующих ведомств Ну естественно Позитива и не будет Когда все падает Совпадение Но толпа на это ведется Велеву ожидает Биткоин по ляму К 35 году Ну как вы понимаете 11 лет И естественно Нахуя он говорит Это сейчас Конечно для того Чтобы люди думали Когда биткоин будет по 140 Да Они думали Что сейчас будет лям Ага Вот адвокат Исключает условно Досрочное Своборождение Сэма Банкова Наприда Опять же таки FTX упоминается У нас Всем уже срать На этого Сэма Срать абсолютно На Дуквона На Таралуну На FTX Но при этом Продолжают упоминать Эту големати Уже MTGOX Который там 10 лет Типа биткоины выплачивает И биткоин кэш И типа якобы Вот-вот по рынку Все сольет Там и Солану По рынку Обещали слить Но что-то не слили Как же так Да Совпадение Ну и потом Толпу наебали Да Ребята А вы скажете Ну блин Ну не могут же Они настолько врать Ну не могут же Они обманывать Ребята Могут Представьте себе Представьте Это циничный Капиталистичный Лживый Мех капитализма Вот это да Вот это да Люди обманывают Еще и фонды Большие дядьки с баблом Обманывают Как же так Ребята Представьте Вас всю жизнь наебывают Ничего себе Да Вот поэтому Пепе Виф и БЛП У нас токены За которыми следует следить Я не знаю Нахера за ними следить Естественно Это загон Все на хаях БЛП Я вообще не знаю Что это за монета Булпекс Ну вот давайте глянем Булпекс Она уже тоже давала Икс Ну может быть Может быть Кстати она даст Виф и Пепе Уже поздно Ну сколько 10 иксов Да Среди этого заходить Ну не знаю Как по мне Такое себе Лучше взять Того же самого Не знаю Самоеда Допустим Пока он еще не улетел Да Вот И в принципе Тут можно будет заработать Если придется на пик 21 года То 20-30 иксов Ну опять таки Если вернется Кто-то ждет По доллару Но это как по мне Идиотизм Вот Далее Что еще у нас Такого По поводу Получается Негативные данные О занятости Подняли цену биткоина Выше 61 тысячи Негативные данные То есть негативные данные Но при этом Цена поднялась Интересно Ну вот То есть И люди не видят В этом противоречия Не видят Не видят Какой-то Нестыковки Да И самое забавное Хотел я вам Момент один Сказать То что я читал Чаты Да Я уже упоминал Об этом То что у нас Люди Настолько Тупорылые Вот реально Выражусь Как есть Долбоебы Да К сожалению Большинство Что они читают Чаты То есть я читаю 90% людей Говорят Таль сезона не будет Та 2 текса это максимум Та сейчас медвежка Та сейчас еще раз упадем Еще не всех вытрусили Ой Та роста уже не будет Та какой-то маль сезон Я уже не верю Ой Хоть бы в ноль выйти И так далее То есть вот такие негативные И скептические настроения Понимаете Но при этом При этом Пишут сверхразумы Знаете что пишут Говорят Блять Все ждут роста Нет смысла цену наверх вести Нет смысла давать Таль сезон Нет смысла продолжать Больший рынок И там нет смысла Выше цену вести Еще не всех вытрусили Вы что не видите Все ждут роста Ну то есть И люди настолько тупые Они даже не могут Отфильтровать И прочитать Что выше писали В чатах там В комментах И так далее То есть они И поэтому они говорят Все ждут Кто все Кто все Процент тех Кто ждет роста Ну это максимум Процентов 10 Понимаете Ну в лучшем случае 20-30 Остальные там 70-90 процентов А то и 99 Они ждут обвала Еще одного Потому что не всех вытрусили Ребята Вытрусить можно и боковиком И вытрусить можно Так же ростом Даже ростом Каким образом Потому что Толпа Не верит Не верит Не верит Не верит Не верит Не верит Опа поверила Понимаете И вот ростом Вытрусили Вот это что называется То есть За счет того Что цена растет Они не будут верить А почему не будут Потому что подгоняются Такие новости Что ребята Сейчас там еще упадем Сейчас там еще будет падение Сейчас там еще Да не Это еще не закончили Вон там Судят там FTX Судят там Таралуну И так далее А это все Сейчас там по рынку сольют Сейчас там опционы закончатся Сейчас там это Сейчас там то Понимаете? И постоянно вот эти пугалки, пугалки, пугалки. Сейчас там у нас 49% опционов. И люди думают, боже мой, сейчас там 1,4 миллиарда по рынку сольют. И вообще, а те пизда будет? Ну да, конечно. Я не что-то на вот этой своей срачке, да, соответственно, бегут высирать вот эту дичь комменты. Мне там, другим блогерам, в комментах, что типа, да, сейчас упадем, сейчас упадем. Не-не-не, еще не закончилось, подел. Не-не-не-не, ты не понимаешь, ты не шаешь, еще не все, еще не все. Вот, цена биткоина растет быстрее, чем акции Амазон и Нетфликс. Ну, логично, потому что, как вы понимаете, восстановление уже началось, разворот уже пошел. Если кто не понял, он начался еще день, а то и два назад. Это первое. А второе, то, что, конечно же, у нас рынок крипты более волатильный, чем фонда. Ну и логично, да. Цена биткоина восстанавливается после, получается, поддержки BlackRock. Ну и, как вы понимаете, стало известно, что решила принять участие в развитии криптлюидного рынка. И компания у нас величайшая в мире, как вы понимаете. Ну и на данном этапе помогает разрабатываться в торговле биткоином и зарабатывает на обучении, чтобы вы понимали. Поэтому те, кто там обсирали штаны, BlackRock продолжает инвестировать, пока вы не верили, да. Далее у нас руководство по торговле криптой. Виды у нас ордеров. То есть, естественно, как только нам рассказывают, какие ордера, как ими пользоваться и так далее, это все делается с той целью, чтобы появлечь новый народ в крипторынок. Чтобы вы понимаете, это явно все делается не просто так. Поэтому имейте в виду, что, конечно же, новое мясо будет заводиться на рынок. И новое стадо баранов, которое будет покупать на хаях, оно придет, как только мы сделаем перехай. Как и было ровно вот здесь. Поэтому можете не сомневаться, вот здесь сейчас вам покажу. Вот здесь, когда мы... Было какое состояние? Люди не верят, не верят, не верят, не верят, не верят. Поверили. И вот здесь, я помню, многие блогеры, там, хомяки с СНГ особенно, рассказывали здесь, мы идем на 32, как только мы вернулись обратно на полтос, они говорят, мы летим на сотку, мы летим на 200, мы летим на 500, мы летим на миллион, либо как минимум на 70 тысяч, понимаете? То есть, ну, долбоебы, понимаете? То есть, они сами нихера не шают, и поэтому пытаются, ну, что-то там рассказать еще другим. Вот, поэтому, ну, дело за вами, и можете действительно посмотреть другие каналы, если мне не верите, если считаете, что я там слишком оптимистичен, да? И самое забавное, вот у людей включается конформизм, стадный инстинкт, да? То есть, они смотрят, ну, допустим, остальных блогеров, там, 90 человек из 100, условно, 90%, они говорят, не, будет падение, еще ничего не закончилось. И тут Саня, да, он выходит, загоняет на хаях, когда альты в просадке 90-95% от хая, да, на хаях загоняю, как я загонял в мае-июне 2021 года, когда была просадка, там, по альтам 50-70%, вы тоже, я говорю, покупайте, потом все отросло, и у меня сказали, а, ну да, надо было покупать, Саня, не поздно еще закупиться, сори, не успел. Вот, поэтому, и сейчас тоже самое, та же самая ситуация, я говорю, даже паттерны на графике такие же по биткоину, по эфиру мне говорят, не, Саня, не шаешь, на хаях загоняю, сейчас упадем еще в два раза, плюхнемся, поэтому, так что, не надо рассказывать, до осени роста не будет, не, Саня, не шаешь, поэтому не надо рассказывать, закрывай канал, там, переименовывайся, я не знаю, удаляйся и так далее, вот, поэтому, и самое забавное, реально, то, что большинство людей, они подвластны мнению большинства, они такие посмотрели, 9 человек сказали, что будет вниз, Саня один сказал, что, ну, Саня дебил, естественно, сказал, что будет вверх, да, и это дно, надо покупать, надо тарить, как не в себя, уже быть в рынке на 80-90%, а то и all-in, то, соответственно, как вы понимаете, они слушают 9 других и думают, да нет, Саня не шает, это Саня что-то себе придумал, нафантазировал, влажная фантазия у него, поэтому не, я лучше послушаю остальных, потому что, если большинство сказало, то надо верить, а большинство всегда же зарабатывает, правильно? Большинство всегда зарабатывает в жизни, большинство всегда успешное в жизни, да, 1% людей зарабатывают 1000 долларов в месяц в странах СНГ, но при этом большинство успешное, да, ага, ну да, верю, угу. Цена на биткоины подскочила 62 тысячи после отчета о труде, видите, и в англоязычных изданиях та же самая хуйня, в русскоязычном издании, да, в СНГ нам рассказывают, что оказывается у нас из-за этого цена подлетела, из-за этого, понимаете, потому что у нас данные вышли по инфляции, поэтому у нас, естественно, рынок подскочил, то есть какая логика, непонятно, но логики тут и нету, понимаете, негативные данные подняли цену биткоина, и здесь тоже самое, цена на биткоина подскочила, потому что отчет по труда, но при этом, несмотря на то, что склонность к риску, биткоин растет, и многие думают, ну, ты не понял, Саня, потому что, наоборот, фонда сейчас более рискованная из-за негативных данных, поэтому люди идут к биткоины, ну, так это они вам оправдывают таким образом, а до этого то, что инфляция росла, давайте я вам покажу, если кто не помнит, да, инфляция просто ебенела наверх, давайте я вот вам покажу, просто прям лицезрею, да, вот у нас, смотрите, вот у нас инфляция, сейчас USER показываю, вот у нас инфляция росла с марта 2022 года, вот здесь она подросла с 0,2, или вообще с 0 до 10 почти процентов, 50, ну, там, в 10 раз, или там 100 раз, ну, короче, и, как вы понимаете, вот здесь, получается, инфляция подросла, и росла вот 2020-2021 год, почему тогда что-то никто не задавался вопросами, вот, и 22-й год инфляция продолжала расти, то есть рынок был бычий, интересно, вы скажете, ну, печатный станок запустили, ну, так инфляция же, в смысле, падать же все должно, и ставки, и хуявки там не, не работает, а, зарешала то, что печатный станок, а, ну, да, буду знать, хорошо, вот, далее у нас Doggy Chain прекратит свою деятельность, вы видите Doggy Coin прямо сейчас, ну, и, по сути, не знаю, что за Doggy Chain, и попросили передать и защитить секретные ключи, и закрытие означает переход к более безопасным платформам, поэтому, ну, не знаю, фейк не фейк, но, как вы понимаете, то, что многие, естественно, запаникуют и вытрушивают слабые руки из Doggy, многие начнут еще, не дай бог, продавать, ха, я более чем уверен, но Doggy еще не начал свой рост, поэтому, как минимум, летим на шортах, и, конечно же, людишки продают, когда Doggy всего лишь дала, там, около, сколько там, 4 икса с дна, или, там, 3,5, но это все еще копейки, далее, получается, у нас, говорят, что, а, сейчас, монета ENS, Ethereum Name Service, получается, подала в суд Unstoppable Domains, но это мы тоже уже слышали еще вчера, далее, получается, у нас Solana повышает 150 долларов, что вы понимали, может ли изменить курс Solana, и, по-прежнему, недооценена, ну, на самом деле, Solana на хаях, поэтому смысл XRP и Uniswap демонстрируют значительный рост, вот, ну, и число дипустых кошельков, состав выросло на 7%, Uniswap, получается, в 2,5 раза, оба проекта демонстрируют растущий интерес инвесторов, активность рынка, видите, вам в новостях даже подсказку дали, понимаете, что покупаете гемы, но люди такие, не, не хочу, буду ждать ниже, ну, жди, пенсионные фонды изучают инвестиции Bitcoin ETF Fidelity, и, получается, как вы понимаете, серьезный сдвиг, институционалы начинают относиться к инвестициям, массовое признание может значительно вырасти, позитивы уже нагоняли еще вчера, Yuga Labs и Somnia для оптимизации взаимодействия метавселенной, и тема NFT у нас будет, конечно же, развиваться, как LR1 там и так далее, ну, и последняя новость на сегодня, то, что у нас SEO Coinbase, решение 2 уровня, говорит гениальный директор, Base лидирует у нас на данном этапе, и Base действительно, проекты будут дальше развиваться, по поводу монеты, которые обещал в конце ролика, и фонда, это Coin98, C98 монета, они интегрировали, чтобы вы понимали, ToneCoin Blockchain в свой кошелек, да, мобильный, который есть на Android и iOS, также интегрируют Blast, новый проект, я думаю, вы за него слышали, так вот, данный проект тоже болтается под нищу, многие не верят, к сожалению или к счастью, DeFi Dex проект, в силу есть такая монета, графики, по-моему, тоже отчасти чем-то похожи, чтобы вы понимали, вот, поэтому не переживайте, я думаю, данная монета тоже себя очень хорошо проявит, также 75% монет в обороте есть на CoinBasic, а Кене американский регулятор поддерживает эту монету, имейте ввиду, сделана на базе сети Эфира, вот, есть Binance MarkChain, главный холдер у нас Bybit, вот этот кошелек, который я посмотрел, это у нас OpenSea, то есть это у нас Coin98 тот же самый, и держит здесь, получается, что-то пропало, на 17,5 лямов, ну и здесь сети Эфира, у нас Binance, главный холдер 35 миллионов, а я напоминаю, что монета на днище, то есть даже если эта монета не покажет там лютых иксов, но я ожидаю здесь 15-20 икс как минимум, даже с текущих, что вы понимали, и, как вы понимаете, да, действительно, здесь около 20 иксов, то есть с текущих своих там 35 миллионов, если, допустим, в два раза это 60 лямов, ну, получается, 600 миллионов они заработают, если будет 20 иксов, то есть это, ну, чуть больше, чем полмиллиарда, вот, с одного кошелька такой, вот здесь 20 миллионов, и здесь, если сложить, получается 55, ну, давайте округлим 60, пусть будет 60 лямов, умножаем на 20, это, получается, где-то 1,2 миллиарда долларов они заработают, ну, вот так вот, всего лишь с двух кошелечков, вот, и вот этот адрес, который на 20 лямов, давайте глянем, что это за кошелек, это, получается, у нас, открываем и, сейчас, что-то не показывает, это у нас тоже еще один адрес от, получается, этого, CoinSea, чтобы вы понимали, ой, OpenSea, то есть это какой-то NFT типа адрес у них, вот, и по поводу Coin98, если глянуть на сам проект, здесь есть даже их официальный адрес, то есть 50 лямов они держат тот же, получается, C98, Divide DX там и так далее, и Coin98 Ventures, есть такой фонд у них отдельный, да, и как вы наблюдаете, здесь тоже имеются какие-то монетки, ну, тут не обозначается, к сожалению, да, вот, у нас есть здесь Coin98 Ventures, ну, здесь типа всего лишь 50 тысяч долларов, но у нас тут BIM, DAO, BNB, ETH и так далее, но это все копейки, но, как вы понимаете, тоже это может быть. Тот самый проект, зарабатывающий большие деньги на криптоарбитраже, то есть разница курса криптолюд на криптобиржах, Arbitz.io, я лично его проверил, удостоверился, что все честно работает, и держу тут более 7 тысяч долларов инвестиций, приносящие отличную прибыль. Ссылка на проект в описании под роликом. Так вот, по поводу еще какой-то, нашел интересный сайт, новый какой-то Chain Broker, тоже по типу различных сервисов, по типу Arkham, да, вот у нас портфель, и самое интересное, у них инвестиции, смотрите, у них инвестиции какой-то проект Navi, Alice, GuildFi, Mines of the Larnia, DAR, проект Joey, получается, Cypher, Star Lounge, то есть GameFi Sector, как вы наблюдаете, вот, а также еще TopGainers у них имеется тоже, TLM, а DeFi Warrior какой-то, ну, это графика, картинка над чем-то на TLM похоже, вот, и как вы понимаете, вот эти проекты тоже могут очень сильно стрельнуть, поэтому, очень недооцененный фонд с 20-го года, что вы понимали, и инвестиционный, и если зайти на еще один сайт, вот у них действительно имеется GuildFi, их инвестиции, и получается, здесь имеются другие, Injective они инвестировали, также имеют Circle, Serum, Perpetual, там, и другие проекты, Meteora, там, ну, в общем, вы поняли, Boba, вот, и проект недооцененный, так вот, Coin98 Ventures, почему-то здесь он появлялся в январе в Google Трендах, сейчас просил, но самое интересное не в этом, если посмотреть у нас получается просто Coin98, давайте глянем, здесь интерес на уровне 9, то есть интерес был на пике вот здесь, как только он залистился, интерес был, кстати, август, июль-август, давайте глянем, C98, ну да, действительно, потому что июль-август пошел, он ебенит, я его, кстати, советовал вот здесь, и давал он где-то около 5x, поэтому июль-август, интерес, когда появился совпадение, когда пошел рост, классно, да, то есть, а пока монета стояла вот здесь, когда она была вот здесь, только залистилась, ну тогда она была интересна, но давайте вот программное обеспечение, глянем, суперап, интересно, уровни получается сколько здесь, 2 или 1 даже, понимаете, то есть монета нахер никому не всралась, и это не значит, что это скам, это значит, что надо ее брать, вот C98, если глянуть, ну не знаю, тут наверное баг какой-то, чтобы понимали, и село Network, давайте глянем, есть еще такая монета, село, вот, здесь интереса тоже нету, сертик, давайте глянем, может быть сертик найдется такая компания, и сертик тоже интерес на уровне 9, что вы понимали, или шенту, давайте напишем, шенту ради интереса, шенту есть такая, ну тоже интереса особого нету, ну даже если 30%, то это слабо, вот, поэтому не переживайте, и понимайте, что монета C98 себя проявит, и однозначно я прибрал бы, так же как и село, тоже монета недооцененная, но риски высокие, естественно, по этим монеткам, но накопление какое-нибудь ебейшее, иксов 15-20, я думаю, они запросто покажут, есть еще монета СЕКТИК, да, которая аудиторская компания, да, и здесь, я думаю, она тоже может ебануть, иксов на 10, поэтому успевайте, вот этот вот боковичок, который по ней образовался, он явно тоже не случайно образован, и киты тоже ее копят, поэтому, ну и многие монеты недооцененные, я же говорю, многие за них даже не знают, поэтому будете знать, и понимаете, что тот же, если Binance взялся за какую-то монету, то это уже признак того, что фонд будет ее очень хорошо пампить, и те, кто возьмут ее, очень могут хорошо заработать, поэтому учитывайте, и понимайте, что большинство людей, эти самородки даже не видели в глаза, вот, и кстати, вот это вот на 900 тысяч долларов, вот, и кстати, вот это на 900 тысяч долларов, чтобы понимали, это тоже, этот же адрес, который относится к Coin98, то есть они, собственно, токен сами холодят, я думаю, с этим понятно, вот что токен, потому что сделан на базе сети эфира, как вы понимаете, ну и Binance Smart Chain, параллельно там как-то оно связано, ну по-моему, оригинальная сеть эфира, поэтому есть приложение, есть все, и то, что монета укатана, даже сейчас, это вообще не показатель, и от хая она упала, как вы понимаете, минус там 90, чуть ли не 9%, но это отличная возможность покупить, прикупить ее на днище, вот, поэтому такие мысли, такие дела, много бонусов, много философии, поэтому надеюсь зацените, ну и всем удачи, закупайтесь, пока еще дают, потому что разворот уже начался, если вы не поняли, да, еще один момент забыл показать, куда биткоин придет первее, то есть я провел голосование, и как вы наблюдаете, даже сейчас половина людей, почти половина людей, ждет биткоин на 50 тысяч, сука, даже на моем канале, понимаете, это вообще клиника, я не знаю почему, ребят, ну без обид, но реально, я не понимаю, то есть реально, и кто-то говорит, что никогда не будет стоить 50-56, ну и как бы кто-то говорит, если медвежка вообще будет, ну на медвежке, я думаю, будет 30-50 тысяч дно, и вот говорит, 50 уже никогда не будет, тут чувак говорит, вот здесь не заикайся, там и так далее, вот и кто-то говорит, что пиздец нам и так далее, вот, ну и по факту, ну как вы понимаете, то есть даже на моем канале, если люди ждут 50 тысяч, ну как минимум процентов 30, это уже показали, что пропаганда работает, и то, что стадный инстинкт отрабатывает вообще на ура, вот, поэтому никаких там 52-55 тысяч не будет, ниже 60 дали, да, но как вы понимаете, тут идеально угадать невозможно, и то дали что, дали сквизом, те же там 56,5-57, 55 не было ровно, 52 не было, и как вы понимаете, 50, там 48, 32, можете даже забыть, просто забыть, как и вот здесь, страшный сон, и вот эта вот отработка, она однозначно произойдет, поэтому те, кто там не верят, сомневаются, ну, ребят, потом будете заходить на хаях, можете, как бы, приготовить себе котлету, просто подождать год, действительно, не смотрите на рынок, потом через годик зайдете на хаях, будете для нас ликвидностью, ну и, соответственно, мы об вас фиксируемся, а те, кто считает, что я шучу, ну, потом увидите, как, что будет происходить через полгода, через год, там полтора, кухня, и, пока.